Друзья, всем привет! С вами Димон, вы на канале Всю Китай. Сегодня у нас на обзоре необычный смартфон. Гроза морей и океанов. Убийца Xiaomi. Повелитель, стихий и просто невероятное чудо. Да, прикольчиков и сарказма в этом видео будет много, так что присаживайтесь поудобнее, запасайтесь вкусняшками. И давайте посмотрим, что это за чудо такое, имя которого даже произносить вслух нельзя. Потому что мы с вами все челядь, недостойная. Даже знать, как называется этот смартфон. Но перед этим мракобесием, напоминаю, что у нас конкурс на Realme 8. Да, пока что еще можно принять участие, так что ссылочка будет в описании. А также у нас конкурс на Realme GT Neo. Мощный, прикольный смартфон. Данный конкурс еще, ну, как минимум, одну неделю будет актуален. Так что ссылочка тоже в описании. Залетайте! Дизайн данного смартфона вообще не вызывает никаких вопросов, потому что это эксклюзивчик. Это бомба, и мы с вами такого не видели. Poco M3, какой-то нищебродский смартфон, недостойный такого дизайна. Да, китайцы вообще обнаглели, потому что слезали все. Все, подчистую даже не заморачивались. Это чудо, естественно, полностью выполнено из пластика. Задняя крышка с закосом под кожу. Собран он неплохо. Но, если чутка посильнее так сдавить, то иногда вы сможете услышать небольшой такой хруст. Ну, скорее всего, есть небольшие проблемы с суставами у данного смартфона. Ну, бывает. USB-TFC, комбинированный глоток для SIM-карт, светодиодный индикатор уведомлений. Все это есть у данного смартфона. Но, при этом, нет разъема для наушников, а также нет NFC. Ну, такое себе. Экран на царские 6,52 дюйма. HD плюс разрешение. 60 Гц. Ну, короче, максимальная яркость уровня Redmi 9 и Poco M3. Но хвастаться тут нечем. Естественно, под наклонами яркость теряется и немножко искажаются цвета. Короче говоря, типичная бюджетная IPS-матрица, которая не выделяется из толпы. Повторюсь, уровень Redmi 9 и Poco M3. Но не более того. Динамик у данного смартфона один, но зато какой! Все верно, никакой. Да, максимальной громкости не всем хватит. Смотреть видосики окей, нормально. Играть в игрушки тоже. Слушать музыку не рекомендую. И вызов вы не пропустите, потому что орать он будет так, нормальненько. Стандартные рингтоны очень даже громкие и раздражительные. Вええом. Играет музыка. Еще забыл сказать, что кнопки у данного смартфона немножко необычные. Да, тут ход максимально короткий. Ты всегда хочешь нажать так посильнее, так продавить эту кнопочку, а ход такой минимальный, ты нажимаешь и почти ни черта не происходит. Да, я хотел бы, чтобы кнопки нажимались так нормально, солидно. Железо у смартфона крутое. Helio P60, набор памяти 6128, и память тут UFS 2.1, на секундочку. Троттлинг-тест, 100 потоков, 60 минут на максимальной яркости, и результат печальный, потеря 50%, ну такое себе. Ну что ж, в повседневной жизни данный смартфон работает на пределе своих возможностей. Он выжимает все соки из своего железа. Да, внутри у нас 11-я версия андроида, и с одной стороны это очень круто и хорошо, а с другой стороны у нас есть оболочка от компании Tuki. Да, это Tuki. И тут, короче, есть их оболочка, которая, ну, мягко говоря, явно не ускоряет этот смартфон, а скорее его немножко замедляет. Я бы оставил просто голый чистый андроид, и все было бы нормально. Но нет, есть оболочка, есть дополнительные плюшки, фишки, которыми вы пользоваться вообще не будете. Ну, короче говоря, как и звонилка, неплохо. Но не более того, за эти деньги так уж точно. Более-менее адекватные и популярные игрушки будут запускаться только на низких настройках. На что-то другое даже не рассчитывайте, но всякие простенькие обычные казуалочки будут работать без проблем. Сканер отпечатков на торце, но скорость средняя, ничего удивительного. Все то же самое касается и разглокировки по лицу. Она обычная. Автономность. Большое светлое пятно в этом смартфоне. Аккумулятор на 6380 мАч. Зарядка на 24 Вт. А также можно заряжать другие смартфоны с помощью этого смартфона. Итак, это чудо-чудовище прошло все наши тесты автономности и выдало просто запредельный результат. Я прям удивлен. Действительно, автономность это большой жирный плюс этого смартфона. Простыми словами, это чудо спокойно живет 2,5-3 дня при средней нагрузке без проблем. Короче говоря, если вы искали такой бюджетный автономный смартфончик, который долго будет жить, то это чудо, пожалуй, вам подойдет. Потому что реально с автономностью проблем нет. Остались у нас камеры, а точнее только одна камера, но зато какая, да-да-да. Главные модули Sony IMX 350 на 20 мегапикселей. Да, года так 4 назад этот модуль использовали. Ну ладно, окей. Дальше есть ширик на 8 мегапикселей, но это не ширик, а это фигня полнейшая. Плюс макромодуль на 8 мегапикселей. Неплохо и плюс бесполезная фигня. А также фронталочка на 16 мегапикселей, которая является очередным светлым пятном в этом смартфоне. Основной модуль от Sony я решил сравнить с Poco X3 NFC. Лишь по одной причине, чтобы вы понимали, на что способен этот смартфон. Итак, детализация неплохая. Но на этом все. Фото максимально угрюмое и неживое. Ради прикола я решил сравнить ширик Poco X3 NFC с основным модулем данного DOOGIE N40 PRO. И черт побери, на Poco жизни гораздо больше. Да и разница в детализации не такая уж катастрофическая. Но блин, это ширик Poco. А это основной модуль DOOGIE. Короче говоря, чего-то нереального от данного смартфона не ждите. Иногда бывают такие светлые моменты, но это скорее исключение из правил. Потому что если у вас много источников света, есть различные блики, пересветы, то ничего хорошего вы не получите. Потому что мозги просто не способны это все обработать. А вот ночью я вообще не советую вам доставать данный смартфон из кармана. Потому что ничего вы не получите. Если днем проблемы, то ночью... Ну ладно, хотя бы фронталочка меня порадовала. Потому что, ну блин, 16 мегапикселей, неплохо, хорошее качество, нормальный угол обзора. И даже на фоне Poco X3 NFC все это смотрится довольно-таки классно. Ну что ж, вот такое вот чудо мне прислали китайцы. Да, этот смартфон прямо сейчас можно купить за целых 130 баксов на сайте Алиэкспресс. Ну вот и честно, я могу выделить только адекватную автономность, потому что она реально крутая. Плюс много памяти. А есть такие люди, которые гонятся за памятью и им на все остальное плевать. А также хорошая фронтальная камера. И все. И все. Вот такие вот три плюса. Да уж. Короче, надеюсь, и данное видео вам понравилось. Вы от души немножко поражали. А также напоминаю, что у нас конкурс на Realme 8 и Realme GT Neo. Так что все ссылочки будут в описании. Ну а с вами был Димон, канал Все Китай. И да, друзья, скоро вас ждут интересные обзоры на крутые смартфоны. На действительно крутые смартфоны. Так что ждем. А я рассчитываю на вашу поддержку, на ваши лайки, на ваши комментарии. Да и вообще просто поделитесь данным видео со своими друзьями. И тогда вообще все будет замечательно. Короче, не болейте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok